Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим о том, как безопасно пользоваться соцсетями. Как особенно это делать родителям с детьми. Такие вопросы регулярно поступают от разных семей. И, в общем, понятно почему. Начнем с такого вопроса. А нужно ли вообще пользоваться соцсетями? Собственно, ведь гораздо удобнее закрыться дома, залезть, например, в бетонированный подвал, чтобы снаружи не было никакого доступа, и тогда у вас точно будет абсолютная безопасность. Но все мы также знаем, что человек – существо социальное, и подвал нам не годится. Поэтому, естественно, мы будем пользоваться любыми средствами коммуникации, в том числе и социальными сетями. Единственное, что мы должны всегда помнить, что где бы и как бы мы ни общались, наше общение должно быть безопасным. Существуют различные аспекты безопасности. Естественно, существует кибернетическая безопасность. Про это постоянно пишут, постоянно рассказывают. И, в общем-то, уже во многом это стало общим местом, что нужно правильно сохранять свои личные данные, не нужно выкладывать лишнего, нужно ставить хорошие пароли, которые не так легко угадать, и прочее, и прочее. Я так вкратце пробегусь по основным пунктам. Но, естественно, это далеко не все. И для того, чтобы более углубленно изучить эту тему, лучше всего посмотреть руководство по кибербезопасности в интернете. Там сейчас есть много статей, и эти статьи рассматривают многие аспекты в очень глубоких деталях. Так вот, первая защита личных данных – это пароль и настройки безопасности. И еще именно как социальная сеть будет использовать ваши данные. Это, естественно, не единственное, но это первое, что приходит в голову. Всегда надо думать о том, кто будет иметь доступ к вашей информации. Вот вы, например, определили ваш профиль. Ваш профиль, к нему сразу могут иметь доступ разные люди. И, собственно, у вас есть возможность ограничить, кто именно, какие группы людей будут видеть информацию в вашем профиле. Вы можете настроить, кто будет видеть ваши записи, не только профиль. То есть записи будут у вас публиковаться для всех, или только для каких-то групп людей можно делать целые иерархии этих групп. В общем, разные соцсети дают различные инструменты, но примерно все они дают более-менее одно и то же. Разными только средствами. То есть вы должны для себя понять, насколько вы хотите быть открытым в интернете. То есть это будет определять то, кто будет видеть. Во-первых, что вы напишите в вашем профиле. Во-вторых, кто будет это видеть. В-третьих, какие фотографии вы там будете выкладывать. Какие факты вашей личной жизни вы хотите, чтобы стали доступны, или которые вы не хотите, чтобы были известны. Значит, вы их просто там не должны писать. И, опять же, если вы хотите всерьез, так сказать, заняться определением вашего профиля в том же там в Фейсбуке, в живом журнале, где там ВКонтакте, и еще много других этих сетей, то существует масса руководств в открытом доступе в сети. И можно найти руководство под конкретную социальную сеть. И там все написано про то, как вам именно лучше себя защитить. Второй большой аспект этой безопасности – это социальная безопасность. Здесь, скажем так, руководство про это, ну, может, и существует, но я не помню, чтобы я видела очень такие подробные. Поэтому я постараюсь сейчас рассказать немножко про то, как следует писать в эти самые журналы и блоги для того, чтобы не повредить ни себе, ни своей семье и ни тем более детям. Первое и главное правило – это что вы должны помнить, что что бы вы ни написали, то всегда может найтись какой-то человек, который может быть вашим или знакомым, или незнакомым, но в любом случае он может быть вашим недоброжелателем, и он эту информацию может использовать во зло вам или вашей семье. И еще нужно обязательно помнить, что что бы вы ни написали, и под какой бы замок вы это ни положили, всегда существует вероятность утечки данных, и то, что вы думали, надежно спрятано под замком, вдруг внезапно может оказаться в публичном доступе. Для того, чтобы вы правильно определились с тем, что вы хотите писать в ваш блог, вы должны в первую очередь определить цель, для чего вы этот блог открыли и для чего вы его хотите вести. Я перечислю только некоторые цели, потому что, естественно, их может быть больше. Значит, основная цель, про которую спрашивают, это бизнес. Многие из мамочек, у которых есть на руках проблемные дети, и которые не могут поэтому выйти на работу, скажем, в офис, они хотят открыть какой-то свой бизнес через интернет, и, например, продавать свои какие-то изделия или что-то еще. Многие делают совершенно замечательные торты, некоторые вяжут, некоторые делают игрушки для детей, учебные пособия. Короче, есть море всяких вариантов для таких мамочек, и очень многие из них желают этим воспользоваться. И вот в таком случае блог в интернете может оказаться очень полезным инструментом для того, чтобы продвигать то творчество, ту продукцию, которую, так сказать, мамочка производит в свое свободное время. Это одна цель. Вторая цель, с которой обычно открывают блоги, это общение с друзьями и с родственниками. Ну, здесь тоже все более-менее понятно. Например, если родственники живут там за тысячи километров или даже в другой стране, то по телефону не назвонишься, и по скайпу, в общем, не наобщаешься, а хочется, чтобы родственники узнавали вовремя о каких-то событиях в семье. И тогда люди ведут блог, в котором сообщают о каких-то изменениях, о каких-то событиях, и, соответственно, выкладывают там фотографии. Третья цель – это так называемое творческое самовыражение. Что такое творческое самовыражение? Собственно, это понимает каждый по-своему. И у некоторых людей это, в общем, сводится просто к желанию, так сказать, того, чтобы кто-то их оценил или похвалил. На самом деле эта цель неплохая. Собственно, каждый из нас хочет получить какое-то признание от окружающих, что вот то, что мы делаем, оно, так сказать, не бесполезно, и что есть люди, которым это нравится. То есть это совершенно нормальное желание. Единственное, что тут нужно удержаться, так сказать, на правильном, скажем, на правильной границе для того, чтобы не скатиться просто, скажем так, в такую тему, как покрасоваться и похвастаться. Потому что покрасоваться и похвастаться – это, в общем, как бы не очень конструктивная цель, и ничего хорошего она не принесет. Поэтому творческое самовыражение должно быть очень тщательно взвешено. И, собственно, я сегодня не буду про него разговаривать, потому что эта тема очень сложная, очень обширная, очень зависит от того, какого типа это творческое самовыражение, и как именно мы можем хотеть, так сказать, получать это признание. Так что сосредоточимся в основном на теме бизнес и общение с друзьями и родственниками. Сейчас пока спасибо и до свидания. Я продолжу эту лекцию в следующей серии. Всем хорошего дня. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok